Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. И сегодня покажу вам классную самоделку из покрышки. Это будет скамейка качели. Я ее подсмотрел давным-давно в Турции. Ну, когда еще можно было ездить в Турцию. Итак, берем покрышку и размечаем отрезки по 5 сантиметров по всему диаметру. Сверлим отверстие диаметром 10 сантиметров. Отверстий будет много. Делим окружность на 4 сектора. Еще нужно будет 20 метров шнура диаметром 8 миллиметров. Такой у нас в магазине стоит примерно 250 рублей. Концы шнура обязательно нужно обжечь. И теперь начинаем заплетать. Все переходы делаем внутри шины. Лучше всего использовать палочку для того, чтобы пропихивать шнур внутрь отверстия. Ну, а для того, чтобы вытаскивать шнур из отверстия, наилучшим образом подойдет штопор. Кстати, частоту отверстия можно менять. Не обязательно, чтобы это было 5 сантиметров. Можно 2 сантиметра, 3 сантиметра, 4. В этом случае просто шаг плетения будет плотнее и сетка будет получаться плотнее. На одно колесо уходит, ну, примерно 30 минут. Потом веревка разворачивается под прямым углом и заплетается уже перпендикулярно предыдущим наплетеным веревкам. И продолжаем заплетать. На самом деле все достаточно просто. Каких-то особых правил в этом деле нет. Ну, как получается, так получается у меня. Вот так получается. В итоге выходит вот такой отличный пуф-скамеечка. На нем очень удобно сидеть возле костра. Он мягенький, принимает форму пятой точки. Крайне эргономичная штука. Изнутри плетения выглядит вот так. Начало и конец на узелках. Ну, а лишняя веревка заплетается в остальные. Но у меня задача на сегодня сделать не пуф, не скамейку, а все-таки детские качели. Поэтому мы берем трубу произвольного диаметра, делаем в ней 4 отверстия и нарезаем 4 отрезка трубы с отверстиями. Это будут упоры веревки качели. Они нужны обязательно, потому что качели просто на узелках держаться не будет. Это уже проверено. Намечаем места креплений веревки качелей. И сверлим еще 4 отверстия диаметром 10 мм. Теперь просовываем конец веревки, надеваем упор и завязываем узелок. Длина веревки рассчитывается, исходя из высоты ваших качелей. И так со всеми четырьмя концами веревки. Собственно, вот так должно получиться. Все неплохо держится. И изнутри выглядит следующим образом. Продета веревка, через упор и завязан узелок. Теперь веревка точно не выскочит. Снизу покрышки делаем несколько отверстий для того, чтобы стекала дождевая вода. Поверьте, когда косой дождь, вода туда попадает. Еще нам понадобится 2 карабина у меня с фиксаторами. На карабины подвешиваем качельку. Выставляем по уровню, навязывая узелки то на одной, то на другой стороне. Еще пару узлов делаем возле карабинов для того, чтобы качели сохраняли горизонтальное положение. Ну и прежде чем звать детей, нужно испытать все это дело на папе. Это уже вторая качель из покрышки. Решил ее сделать, потому что из-за первой постоянно шли споры, кто на ней будет кататься. В общем, такая конструкция моим детям очень понравилась. Шаг сетки в этот раз получился достаточно крупным, но на самом деле ничего страшного, никто не провалится. В предыдущий раз у меня был гораздо мельче. В общем, мои дети довольны. Спасибо за просмотр. Это был канал Николуха Маквай. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok